Одержимые работой стахановцы, перфекционисты или люди, которые просто прячутся от личных проблем. 68% жителей России считают себя трудоголиками, более половины, 52% никогда не отключаются от рабочих чатов и почты. Среди любителей перерабатывать больше женщин, чем мужчин. Таковы результаты опроса одной из популярных компаний по трудоустройству. И хотя в современном обществе сложился стереотип, что много работать – значит хорошо жить, психологи такой подход не одобряют и даже видят в этом определенные тревожные симптомы. Трудоголизм – это болезненная зависимость от работы. И очень часто люди, которые страдают трудоголизмом, это люди, которые прячутся в работе от своих проблем, семейных проблем, проблем с друзьями, ну с каким-то ближайшим окружением. Трудоголизм часто одобряется ближайшим окружением. Когда человек много работает, его начинают хвалить. Некоторые даже восхищены, говорят, ой, он у нас трудоголик. А меня всегда это напрягает, хочется спросить, а что болит-то у этого трудоголика? Если что-то болит, это надо лечить, а не прятаться от проблем за рабочим столом, уверены специалисты. Но обратиться за помощью зависимым от работы непросто. Тем более, что чаще всего трудоголизмом страдают представители топ-менеджмента – 86%. Сотрудники отдела продаж и закупок. Тут психологи советуют определиться, что такое для человека его заработок, цель или средство. Для меня деньги – это средство. Средство удовлетворения каких-то моих потребностей. А если я ущемляю свои потребности ради денег, то тогда деньги зачем? Что они могут окупить, если человек не чувствует, что он живет полноценной жизнью? Если он понимает, что он чего-то лишен? Первый шаг к тому, чтобы избавиться от болезненной тяги к труду – признать наличие проблемы. И постепенно найти для себя другие радости жизни, помимо рабочего процесса. Как правило, люди, погруженные в работу, очень мало уделяют внимания расслаблению, отдыху. Не только физическому, но и эмоциональному, интеллектуальному. Я бы, конечно, посоветовала уделить внимание право по ушарному рисованию, мандовой терапии. Сейчас есть народики, такие известные, как антистресс-раскраски. После работы включить музыку комфортную, расслабляющую. И пусть даже почтно – это будет именно ваше время, которое вы потратите на себя, не отвлекаясь на какие-то посторонние раздражители. А в течение вообще рабочего дня, это помимо арт-терапии, я бы, например, советовала еще дыхательную релаксацию, то есть какие-то упражнения именно на восстановление, на снятие напряжения, на восстановление внутреннего комфорта. Трудоголизм может быть созидательным только в том случае, когда он не выматывает, не ведет к усталости, болезням и неврозам, а приносит настоящее удовольствие, говорят специалисты. И не зря народная мудрость гласит «Занимайтесь любимым делом, и вам ни дня не придется работать». В конце концов, человек работает, чтобы жить, а не наоборот. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.